И снова здравствуйте! Это канал Еда на любой вкус. Сегодня я приготовлю торт без выпечки. Очень нежный и вкусный. И давайте быстренько посмотрим, какие ингредиенты нам понадобятся. Для основы потребуется печенье 200 грамм, 100 грамм сливочного масла, сметану 400 грамм, у меня 15% на, в принципе, можно взять сметану в любой жирности на ваше усмотрение. Сахарный песок 1 стакан, 30 грамм желатина, который я уже предварительно залила водой. В качестве ягод у меня сегодня клубника. В принципе, в этом рецепте можно брать абсолютно разные ягоды и фрукты. Ну вот, пожалуй, все ингредиенты давайте пристежим к приготовлению. Печенье измельчаем в крошку удобным для вас способом. И добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла. Смешиваем, чтобы оно равномерно распределилось по печенью. Вместо печенья можно взять готовый бисквит. Также бисквит можно приготовить самостоятельно. Но так как рецепт сегодня у меня без выпечки, я беру простое печенье и с помощью него буду делать основу. Возьму разъемную форму, дно которой я застелю пищевой пленкой. Бока также нужно будет закрыть для того, чтобы потом торт оставался легче. Либо пищевой пленкой, либо цитатной бумагой. На дно формы высыпаем печенье. Разровняю печенье ровным слоем по дну формы. Основу отправляю в холодильник, чтобы масло хорошо застыло. Половину ягоды я режу небольшим кубиком. Остальную половину отправляю в чашу, где буду смешивать ее с сахаром с помощью блендера. В ягоду высыпаем сахар. Добавляю всю сметану в клубнику. Смешаю до однородного состояния. Набухший желатин следует распустить, не доводя до кипения. Также мы его пропустили через сито. И теперь мы добавляем в весь желатин клубнично-сметанную смесь. Добавлю клубнику, нарезанную кусочками. И все хорошо смешаю. Достаем застывшую основу и заливаем форму. Отправляем до полного застывания в холодильник. На 8-10 часов. Можно даже оставить на ночь. Торт хорошо остыл. Теперь можно доставать его из формы. Торт получается очень легкий, вкусный и нежный. Обязательно попробуйте приготовить, ведь это очень просто. С вами был канал Еда на любой вкус. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, делитесь с друзьями. Пишите ваши комментарии. И до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok